29 лет в тайге. История самого знаменитого отшельника в мире. Вот уже 29 лет отшельник Тимофей живет вдали от людей в якутском лесу, в 40 километрах от Нюрбы. Живет один, в вырытой землянке 2 метра на 3. Лесной житель не мерзнет, хотя построил свой нехитрый дом в самом холодном регионе мира, в Якутии. Из удобств, стул, небольшой стол, железная кровать и печка-буржуйка. Сегодня я вам расскажу о жизни Тимохи, именно так прозвал его известный блоггер Олесь Петрович, и сделал знаменитым на всю Россию. Что же, поехали. Почему Тимоха стал отшельником? Тимофей Меньшиков прожил непростую жизнь. В детстве потерял родителей, попал в детский дом. Когда подрос, его забрали в армию. Служил Тимофей в частях ВДВ, в отдельном штурмовом батальоне. В молодости у него было все, настоящая любовь, расставание и бутылка. Куда без нее. Возможно, большинство горестей с ним и приключились из-за алкоголизма. В итоге, потеряв веру во все, он решил уйти в глухую тайгу. И что самое интересное, вернулся на то самое место, где был когда-то счастлив. Всего в пяти километров от его избушки располагался летний лагерь детского дома. Залез в землянку в 1993 году, так сказать, ушел из мегаполиса. Мне в тайге много не надо. Копыть себе на пропитание, бегай, мышей лови. Были бы еще чай да мука. Сейчас Тимофею 60 лет. Вот что журналист Матрена Кондратьева пишет об этом необычном человеке. Он давно привык к одиночеству. У него нет лекарств, давно от них отказался, лизнет ранку и готово. Как зверь, улыбается он. Живет тихо в своей землянке без света, охотится, рыбачит, печет хлеб, выращивает картофель, читает книги при свете свечи. Раз в месяц на лыжах ездит в Нюрбу, за товарами первой необходимости, меняет улов на продукты. Самый знаменитый отшельник в мире историю Тимохи узнали благодаря блогеру Олесю Петровичу. Он его нашел еще в юности. С тех пор с отшельником Тимохой дружит и навещает, когда может. И обязательно приносит гостинцы, то крылышки копченые, то шпроты, то сушки и при этом записывает все на камеру. Таким образом, получился мини-фильм о том, как живет Тимоха, как ходит на рыбалку и охоту, как отшельником стал. О личной жизни он всегда рассказывал нехотя, детдомовский, родители умерли, нет никого. Олесь выложил видео в интернет. За считанные дни миллион просмотров. И тут началась слава, а вместе с ней и приятные сюрпризы. Воссоединение с семьей, когда блогер Олесь Петрович опубликовал на своем канале YouTube видео о нем, тут же нашлись люди, знавшие семью Меншиковых. А спустя два дня Олесю позвонил младший брат нашего отшельника, Анатолий. Семья Меншиковых с четырьмя детьми проживала в Сангаре Кобяйского района. В один день дети потеряли обоих родителей в результате трагедии. Троих старших, Тимофея, сестер Наталью и Надежду отдали в Нюрбинский детский дом, а трехлетнего Талика усыновила семья дяди. Он остался в Сангаре. Через десять лет Тимофей ушел служить в армию в Чекинскую область, а когда вернулся, сестры уже разъехались. Так и потерялись. Олесю написал брат Тимофея, Анатолий, а затем и сестры. Приветы от них Олесь повез в тайгу. Кто аудио записал, кто видео, Тимоха, привет. Нашел я тебя благодаря видео, которое снял Олесь Петрович. Тимоха, привет. Как же я тебя искал. Сеструха приезжала, тоже вся исплакалась, в церковь бегала, молилась. Как оказалось, старшая сестра Наталья живет в Тульской области, у нее трое детей, Надежда с семьей в Томске. Была Меньшиковой, стала Большаковой. Брат Анатолий так и проживает в Сангаре. У него тоже трое сыновей. Позже про эту удивительную историю узнали на Первом канале. Они и пригласили Тимофея и Олеся на съемки в передачу «Мужское и женское». Там-то он и встретился с сестрами и братом. Брата еле признал, маленьким был, когда расстались. Сейчас Большой Дядя. Вон, выше меня ростом. По окончании передачи Тимоха решил поехать с братом в Сангар, навестить могилу матери, встретиться с остальными родственниками. Но прощаться со своей отшельнической жизнью не собирается. Потом снова домой, в тайгу. Вот такая добрая история. А вы бы смогли прожить больше 29 лет в тайге? Или цивилизация вам ближе? Пишите в комментариях, там и пообщаемся. Субтитры создавал DimaTorzok